Добрый вечер, уважаемый коллеги! Наш последний матч в пресс-мутрии отстой. И в первое слово предоставляется главному тренеру хоккейного клуба, металлургу Митагорск, Майкл Кирно. Спасибо. Спасибо. The game turned out to be exactly what it was expected to be between two top teams. The margin of error is small, and we were able to capitalize on the offensive opportunity with the second goal. Our goal tender was fantastic. And I felt that our team played a fairly solid road game. That was our third game in five nights. So we had to have the energy to play against such a top team as we faced tonight. I'm very happy that in the situation, when we played the first game for five days, our team had a strong energy and настроение to be able to stand up for such a team as SCAR. And today we played a solid game. Thank you. Спасибо. И главный тренер SCAR, Вячеслав Луков. Да, хочу поздравить мистера Кимана и команду Металлургу с победой. Спасибо. И главный тренер SCAR, Вячеслав Луков? Ну, действительно, играла очень напряжённая и плотная. Поэтому любой момент мог предопределить исход матча. К сожалению, наша команда не была достаточно оппортунистой. То есть игра в зрелищный и красивый хоккей иногда должна заменяться более эффективно. И поэтому сегодня победил тот, кто в такой хоккей играл. Но нам необходимы такие матчи. Немножко команда была закрепощена. В целом, желание победить сегодня было у ребят. И поэтому здесь я не могу ничего плохого сказать. Будем готовиться дальше. Спасибо. И вопрос, пожалуйста. Я думаю, что нервозность и склонность. Но и с другой стороны, цена матча с таким соперником заставляет ошибаться. И соперник тоже. Хотя я согласен с вами, что это не присуще нам. Я думаю, что вот эта важность матча, она немножко подвела настрой. Про предложность матча не может быть физически, может быть, как все... Нет, здесь про седания не может быть и речи. Мастер Кеннин сказал, что они играли три матча за пять дней. У нас был небольшой перерыв, поэтому здесь об усталости не может быть и речи. Да, мы играли в три пары, но, в любом случае, защитники должны играть проще. Пожалуйста, еще вопросы. Маккутивный вопрос. В связи с командировкой или Воробьевым, можно сказать, что происходит перестраиваться? Ну, ты не ведут процесс руководства команды. Элия – это большая часть нашей команды. Компания. Илья – это очень важная часть нашей команды. И, в некоторых, наших, 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 наших команд, были проделаны. Но это мой второй год, и игроки нам понимают, что мы пытаемся общаться с ними. Безусловно, некоторые коллективы в связи с его отсутствием в сборную команду России пришлось нести, но я все-таки в второй сезон работаю, и Генера Фиккинска знают мои требования, знают требования Кеннинского штаба в целом, поэтому особые проблемы с ситуацией на сегодняшний день. Мы имеем в виду несколько игроков на нашей команде, которые могут говорить английский, и которые могут быть русскими игроками, поэтому это помогает. Очень помогает то, что целый ряд российских игроков в салоне говорят по-английски, поэтому и коммуникативных проблем тоже не возникало. Еще вопросы, пожалуйста? Спасибо. Спасибо. Я хотел бы сказать, что на первой зиме, в связи с этим проектом, в каком-то фундаментальном составе, могли бы удать откровенность его игру, и почему такого выходил Покопанов в участок этой первой зимы? Он был сверху просто, Саша. Немножко подстегнули просто других игроков в четвертом звене и дали возможность им попробовать в таком матче сыграть. Что касается звено, где играл Макаров, Кабуков и Ковальчук, то в принципе мы довольны тем, как они играли. Ребята старались, и показательно, что у Ильи было достаточно моментов, паразит воротов, к сожалению, сегодня не получилось, шага не шла. Но в целом они старались и потерю Эриксона как-то разместить. Спасибо большое. До встречи на матче. Спасибо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Удачи. Удачи.